Инга Валерьевна Легасова 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 существа другое дело что основным посылом в воспитании для них для всех является то что они должны друг друга уважает это то что к сожалению не хватает сейчас современном обществе в общении между взрослыми людьми ну что мужчины меньше стали уважать женщина соответственно женщина которая вынуждена там заботиться о семье зарабатывать деньги она забывает и не успевает быть женственно а вот можно коммуникации то важный очень вопрос действительно особенно в тот момент когда у нас стране очень много разводов то в последние десятилетия просто невообразимое количество разводов как вы считаете какой должна быть именно правильная коммуникация между мужем и женой в семье важно найти формировать понимание у детей что семья это большой труд да это труд и эмоциональный и даже в том числе физически потому что я стараюсь успевать и приготовить что-то вкусное я понимаю что я делаю приятное тем самым своему мужу хотя он тоже достаточно адекватно воспринимает моё активное участие в рабочей деятельности поэтому здесь очень важен диалог а ему нравится что вы работаете ну уже да теперь куда деваться уже больше 10 лет вместе пришлось выкнутся в семье есть ощущение того кто главный в семье вот у вас есть вот это ощущение вы его как-то пестуете вы вы специально преподносите или вы просто над этим не задумывая наверное не задумываясь и у нас такой вот как я и сказала диалог то есть мы всегда обсуждаем любое решение и дети это тоже видят стараемся конечно то что касается воспитания детей не при них обсуждать хотя я тоже склонна видеть свою модель воспитания в том что все таки дети это взрослые люди которые требуют партнерских отношениях этим относитесь как к взрослым ну иногда конечно приходится шумнуть их мнение конечно и более того я считаю что конечно рождение детей если правильно это воспринимать это она дает тебе возможность снова научиться каким-то вещам но в частности сложно требовать от детей говорить правду если ты сам где-то лукавит то есть вы у них учитесь они ожидают такой взаимовыгодный скорей в процесс то есть мы помогаем адаптироваться к жизни они нам помогают глядеть на этот мир широко раскрытыми глазами а традиции семейные вы сказали что важную роль в коммуникации вашей с мужем играют коммуникация в его семье родительской а также вашей семье родительской вот есть какие-то традиции которые перешли из ваших из семей ваших родителей вашу нынешнюю ну я не могу сказать что там раз в год мы обязательно куда-то идем там дружным походом от него какие-то традиционные вещи есть обязательно но с моими естественно родители мы встречаемся то есть мы у нас есть традиционный обед и на нем присутствует мой брат со своей семьей и это как раз важно то что мы например очень часто выезжаем куда-то на экскурсии по россии в разные регионы и это традиция я считаю что да и более того моей маме удалось собрать вокруг себя большую компанию друзей которым это тоже интересно и они берут свою очередь своих детей и внуков то есть у нас такая стабильная группа людей друзей которые интересуются собственным развитием и не сидят на месте тоже конечно очень важно чтобы дети умели саморазвиваться и стремиться к этому правильно да так и есть традиция конечно это важно очень потому что если есть традиции в семье и традиции в семьях то соответственно не потом и выходят в общество и вот если общество традиции свои уважают то конечно это хорошая база для дальнейшего развития это важно понимать и важно это пропагандировать я считаю а мне еще хочется такой момент раскрыть вы сказали что вы в 18 лет первое дело свое открыли что это было за дело но это такое да я пошел на тело у меня была идея создания никого клуба на тебя вот для женщин как вам это в голову пришло ну как и все остальное водолей наверное по гороскопу поэтому что сверху приходит и я делаю но это слава богу что мне удается не только придумать на и реализовать и да еще и это был клуб по интересам и раз неделю я хочу сказать что только сейчас я уже спустя многие рабочие годы понимаю что это тяжело раз в неделю собирать какую-то аудиторию это женский было 20 человек 15 20 человек приходили еженедельно и разные темы вот начинает историю у меня был замечательный историк который вы собирали людей совстоятельно вы приглашали кого-то да но так как денег не было ну что там бедный студент поэтому когда еще тоже не очень много ресторанов в москве было и я договаривалась разными ресторанами что я привожу вроде как целевую аудиторию они нас поэт чаем бесплатно и молодого там это мальчика на полтора часа там на два часа вот такие ли это такой стартап был до деловой но это даже не деловой и мы не зарабатывали ни на чем для меня было просто интересно почувствовать свои организаторские способности и надо отметить что два года он просуществовал этот клуб и дальше мне уже стало интересно попробовать себя в работе в крупных корпорациях то есть мне надо было все таки найти себя и понять в чем моя специфика хотя если честно долго я нигде на чужих дядей и тетей не работала ты все равно во мне видимо жива активно проявляется желание работать самой а вы знаете мне это очень понятно и я хочу такой вопрос задать он еще не так сказать вот вам не отзываются у меня в свое время когда я начинала работать на кого-то тоже достаточно рано всегда было какое-то некое внутреннее ощущение что это временное явление что я в данный момент учусь работы на кого-то вот вас было ощущение что вы будете работать самостоятельно ну видимо да потому что уже в 24 года я открыла свое коммуникативное агентство до существует до сих пор и все таки когда ты полностью берешь на себя ответственность наверное еще и с этим связано да вот внутреннее ощущение того что надо делать самим и не надо никому доказывать что это правильно ну и привело к этому решению и дальше уже я никогда не на кого не работала образование бизнес образование как она возникла как идея почему вы начали заниматься бизнес образованием это сложнейшая тема до только потом стало понятно что это сложно но на самом деле я всегда еще возможность где-то подучиться но уже с рождением детей понятно что уже возможности москва не так много дает и я в свое время когда вера младшая моя была совсем еще маленькая я нашла для себя программу экземплей в москве модульную где это было высшей школе экономики и и при всех плюсах я знала что можно было бы добавить туда когда могут отработать можно вот здесь поподробнее я знала что можно было бы добавить туда вот это знание она откуда было это такое общее чувство перфекционизма который во мне присутствует как раз если возвращаться к детям даст это то что тоже я пытаюсь них вложить что если уж делать что надо делать хорошо и в тот момент я просто предлагала себя в качестве уже научного руководителя для того чтобы усилить программу на счет интересных спикеров потому что фактически что такое экземплей бейт уже не надо объяснять основы бизнеса потому что бей у меня за плечами еще 10 лет назад был здесь как раз это обмен опытом с людьми профессиональными с экспертами из разных сообществ и собственно когда у меня вроде это пошло и мы договорились на второй год стало понятно что я просто под чужим брендом делаю свое дело что мне это и нравилось и у меня это получалось и все-таки журнал бизнес россии он свое время дал мне даже достаточно большой круг общение знакомых из числа вот профессионалов и всех их я как раз и приглашаю на свои программы ну и потом еще в тринадцатом году отменили дипломы государственного образца мы получили свою очередь лицензию на центр целый год мы ее получали как бы на всякий случай ну все совпало и вот мы открылись и то что мы делаем правильное дело говорит о том что все-таки к нам приходят люди мы рекламы нигде не даем у нас опять же бюджет на это нет мы не сколково когда нас с ним сравнивают но тем не менее люди узнают о нас и люди верят в то что мы делаем правильную программу вот об этом вашем проекте о программе поговорим через несколько минут сейчас мы вас оставляем дорогие зрители и зрители но пожалуйста оставайтесь с нами буквально через пару минут мы вернёмся рада снова приветствовать вас на передаче союз женских сил с ингой легасовой дорогие друзья и напоминаю вам что в гостях у нас сегодня шохина евгения александровна президент бизнес-школы российского союза промышленников и предпринимателей и главный редактор журнала бизнес россии продолжим да здравствуйте еще раз продолжим с вами разговору бизнес-школе это очень интересно мне очень хочется понять следующее каков у вас процесс образования и какие конкретные люди то есть чему вы учите и какие люди учатся у вас кто приходит учиться у нас центральной программы является программа экзекутив мбей то есть эта программа для уже успешных предпринимателей которые понимают что все-таки чего-то не хватает потому что ни для кого не секрет что многие бизнеса открывались там 10-15 лет назад многое делалось по наитию там учебников еще не было и сейчас становится понятно что все таки каких-то навыков нет и что интересно большинство из этих навыков связано с вопросами коммуникации протокола ведения переговоров и психологии то есть не умеет общаться ну я не могу сказать что не умеет общаться но вот эта технология так называемый win-win когда выиграют обе стороны к сожалению пока она еще русскому человеку не очень понятно то есть до сих пор еще люди тянут одеяло на себя и считают что это правильно и как раз осознание именно этой проблемы как ключевой привело нас к решению создания детской бизнес школы где мы ребят в детстве пытаемся научить именно правильной технологии общения для того чтобы каждый чувствовал себя выигрыша то есть вот детская тема сразу развивается выходит вытекает из взрослой да более того я хочу сказать что мы сразу ее делаем на очень высоком профессиональном уровне с точки зрения привлечения экспертов потому что в этом и есть отличие взрослой бизнес-школы от остальных бизнес-школ что у нас все-таки 70 процентов времени преподают не профессора хотя мы их тоже выбирали из всего перечня до который предлагает рынок и у нас работает всего 10 экспертов начиная от внутренних финансов заканчивая публичным выступлением а все-таки остальные это генеральные директора или владельцы бизнеса кто является членами правления распп и даже бюро распп то есть это те уже состоявшиеся олигархи своими мини империями или большими империями которым действительно интересно делиться своими знаниями то есть вы учите на примере мастер-кейсов таких абсолютно да и более того так как это проходит все-таки на площадке распп это для многих конечно является интересным а в чем собственно смысл самого и распп в чем суть ее работы и мы подключаем наших слушателей к работе комитетов и комиссий и конечно у нас первоисточник информации вообще что дальше ждать это очень интересная мысль потому что если вы приглашаете специалистов своего дела то есть вы практически получаете доступ к информации о о том как простраивается бизнес как люди создавали те или иные бизнесы вот к этому только создавали а как они решили текущие вопросы потому что вот к этому относятся ваша идея со мной учиться всегда пригодится которую я вычитываю что я сама не стою на месте пытаясь всегда узнать что-то новое в этом случае людей которые у вас преподают вы для себя находите что-то новое конечно видимо в этом и есть генеральная идея создание собственной бизнес-школы что я все-таки присутствую на всех занятиях как директор программы и для меня это возможность быть в центре информации а как вам удается мне это практически вопрос интересен потому что я сама в бизнесе меня часто приглашают какие-то вещи рассказать показать по поводу нашего нашей компании как вам удается людей которые очень сильно заняты в собственном деле приглашать к себе это вопрос личных коммуникаций это как раз то чего мы учим детей бизнес школе детской и я у себя дома то что очень важно выстраивать вот ну не дружеские но все-таки да там не очень формальные варианты общения с людьми принимающие решения и здесь не только может быть там просто симпатии личные там приятное общение это все-таки выстраивание этой коммуникации посредством того что мы там подделом публикации в журнале бизнес россии приглашаем на какие-то интересные мероприятия и пытаемся помочь даже с экспертной точки зрения в их работе и вот возвращаясь к вопросу о том в чем схожесть и почему мы делаем это параллельно то что в детскую бизнес школу мы приглашаем такого же уровня экспертов правда помимо этого мы еще зовем выпускников взрослой бизнес школы как обязательную задачу для них вот поделиться каким-то мастер-классом с детьми но вот пилотный проект у нас состоялся в туле в августе этого года и надо сказать что вот уровень людей которые приходили нам читать лекции это министр финансов который рассказывал о формировании бюджета тульской области министр экономического развития который рассказал на какой площадке вы проводили это было в туле в администрации там очень непосредственно поддержка он очень правильно осознал задачу необходимости реализации этой идеи и конечно этот проект состоялся при его личной поддержке за что ему большое спасибо владимир сергеевич молодец он новатор во многих вещах конечно с ним очень легко взаимодействовать когда мы это сделали конечно многие регионы сразу подхватили и говорят давайте мы будем делать у нас но в конечно у нас задача не ограничиваться не только не одним регионом но и не летней программы то есть мы сейчас простраиваем программу по внедрению предпринимательского образования в школах как факультатив потому что до летняя школа это хорошо особенно когда она бесплатная но все-таки должна быть какая-то стратегическая миссия у этой детской бизнес-школы не только чему-то научиться или узнать что это новое но еще использовать возможности которые дает распп частности сейчас вот мы выстраиваем коммуникацию с членами распп особенно находящиеся в субъектах федерации так чтобы наши выпускники с 14-летнего возраста имели возможность проходить практику в этих компаниях для детей важно увидеть кухню компании увидеть разные отрасли а в свою очередь для компании это возможность увидеть хороших будущих сотрудников и помочь им свою очередь выбрать правильный университет и потом как бы наладить рабочую деятельность у них компании правильно ли я понимаю что вы берете на обучение детей с 14 лет нет это после 14 лет мы хотим уже выпускать в туле были 12-летние дети и именно там стало понятно что нужно опускать возраст то есть в пятнадцатом году у нас будут лагеря в нескольких регионах с 10-летнего возраста но и сейчас мы глядя на своего старшего сына семилетнего понимаешь что можно и семи другое дело что хотя бы один класс школы должна быть как первоначальные условия а вот как вы считаете дети должны уметь зарабатывать деньги с какого возраста знаете детская бизнес-школа это не о том чтобы заработать деньги а о том как найти свое место в жизни потому что по статистике даже очень развитых стран и где развивается предпринимательство всего там до 25 процентов людей готовы открывать свое дело понятно что сейчас у нас к сожалению все хотят идти в чиновники именно эту тенденцию мы должны переломить потому что если человек понимает что он хорош как хорошие специалисты не знаю токарь то именно это и надо ему как бы песни в дальнейшем вот поэтому у нас очень много деловых игр и которые помогают как раз вот осознать вот эту профориентирующую вы не стараетесь нацеливать именно на предпринимательство а вы стараетесь обучить ребенка стать предприимчивым для того чтобы он мог эти навыки использовать в любой профессии абсолютно верно и более того один из основных навыков предпринимателя это ответственность вот о чем мы говорили в первой части программы и это важно в любом аспекте жизни от работы до семейной жизни вот такой вопрос а больше идут дети мальчики или девочки знаете это интересно это как раз то что я отметила в туле что пока в этом возрасте больше девочек девочек да но потом конечно когда они начинают рожать детей не у всех есть возможность заниматься каким-то своим делом и собственно это тоже одна из наших задач бизнес-школы мы разработали программу женское предпринимательство нацелена именно на матерей в которых есть все-таки возможность да там как себя проявить есть все-таки интернет в общем передать им некие навыки некие знания о том что они могут а во взрослую школу во взрослую школу приходят чаще и больше мужчин или мужчина вот у нас сейчас набор 20 человек и одна единственная девочка это она стала победительницей по номинации приз зрительских симпатий на одном из конкурсов мы и подарили этот сертификат атаку 20 человек мужчин а какого возраста эти лет от 35 до 50 я предполагаю что это в том числе связано с тем что люди приходят еще на грани может быть кризиса личного какого-то возраста и для них как раз важно понять вообще тем ли они занимаются если тем то как дальше развиваться вот интересно бывает ли такое что после обучения у вас человек берет и кардинально меняет свою жизнь бывает вот у нас один например молодой человек всю жизнь пробовав бизнесе перешел в чиновники причем на очень солидную должность не он с деньгами поэтому у него нету задач как потребительском понимании слова да там стать на почему он это сделал видимо он понял для себя что он уже готов внедрять свои какие-то да там знания уже в более экономически важные задачи не только для себя но и для страны в целом и для нас конечно это был интересный показатель и более того мы в этом году в декабре месяце будем делать первую премию лучшего выпускник года и в частности одна из номинаций это смешно к и смена карьерного пути то есть 1810 градусов не интересно как вы управляете людьми у вас есть какой-то свой способ управления людьми как вы руководите вы знаете я всегда недавнего времени думал что я очень наивная и наоборот все все мной пользуются вы же руководите бизнес-процессом причем таким достаточно серьезным управлять школы и быть президентом школы это очень сложно причем школа бизнеса ну по всей видимости люди заряжаются моей энергии моим желанием все-таки у меня не так много людей работает у меня всего 10 человек и на журнале и на бизнес-школе честно сказать может и мужчины или женщины это все-таки женщины в большей степени вот один мужчина фотограф с нами сегодня студии и они все-таки наверное найти на общей волне и энтузиазма что все-таки они причастны к какому-то интересному делу причем неизвестно чем это кончится потому что буквально недавно один член бюро рост пупп предложил мне участвовать в реализации программы детского предпринимательского образования по всей россии чудесно мы пишем отличный проект заходите в сад женских сил именно с этим проектом спасибо вам за приглашение обязательно за это хорошая идея прекрасно вот если мы говорим да там вот про людей как удается руководить но честно я никогда в голове не держу никаких схем более того мне даже ругаться иногда не получается да вот но как-то вот люди на ругаться не надо я думаю жень такой вопрос может быть не очень необычный вот если бы я была фея волшебница и дала бы вам волшебную палочку которая могла бы исполнить одно ваше желание каким сегодня было бы это желание у вас вы знаете наверное это желание у меня всегда присутствует и более того когда мы с детьми уходим в церковь они ставят свечку именно за это чтобы не было войны конечно чтобы детки всегда были здоровы потому что если это есть то тогда любой бизнес по плечу вот так что я желаю как бы всем нам и телезрителям чтобы все были здоровы и детки чтобы росли в благополучной обстановке и становились тем кем они хотят быть спасибо вам большое мы прощаемся с вами дорогие телезрители с нами сегодня была шохина евгения александровна президент бизнес-школы российского союза промышленников и предпринимателей до новых встреч союз женских сил сын галегасов и прощается с вами до свидания а